привет друзья сегодня хочу переделать кое-какие вазочки вместе с вами если вам интересно и посмотрим что из этого выйдет в конце я собрала тут керамику и стеклом и буду красить двумя видами красок это белая акриловая обыкновенная на водной основе любая белая акриловая краска и металлик больше похоже на бронзу ну тут написано золотая но не знаю посмотрим как она будет выглядеть буду использовать первый раз эти краски я покупала магазине коди кому интересно красить буду обыкновенной кухонной губкой которую разрежу на две части потому что это большая не будет красить неудобно но чтобы покрывать золотой краской я разрезаю поролон пополам ножом с пилочкой и здесь получается вот такие вот зубчики что мне и нужно эту часть тоже можно использовать например стянув ее вот таким вот образом ниткой и прикрепив на какую-то шпажку тоже можно красить какие-то небольшие детали мягко удобно предыдущем видео я делала красоту для кухни девочки меня спрашивали что это такое на бутылке наклейка или что это это у меня просто такая салфетка из которой я вырываю вот пару слов или даже кусочки слов как мы тут не хватает видите передних или задних букв иногда кусочки слов вот такая бутылочка для чего спросили тоже она неудобная для масла очень долго наливать ей неудобно абсолютно для масла с таким кончиком продают готовые бутылки керамические они не удобные для масла но удобные для уксуса например удобные они для сои вот потому что они выдают небольшие порции спрашивали также при эту баночку это также это же салфетка и она просто была прозрачная и покрасила вот таким образом что мне хранить спросили спросили да хорошо что спросили ранить в ней можно соль конечно соль но если у вас таких много баночек можно хранить разные приправы почему нет но я приступаю к переделкам для начала я хочу все перекрасить белый цвет хочу сделать такие современники если получатся вещички убираю все со стола и оставляю одну вещь постелила рабочую поверхность возьму бутылку и чтобы вот резьбу прикрыть это будет у меня ваза я для начала приклеим ну вот что у меня было вот такая у меня была тесьма с блестками вот я ее и приклею горячим клеем получилось вот так ну чтобы она не выходила за край теперь беру белую краску какой я вам показала беру поролончик небольшой вот этот вот кусочек и начинаю красить красить начинаю вот эту тесьму которая приклеила с блестками и также всю мою бутылку вот прокрашиваю хорошо посмотрим сколько раз я буду красить 1 2 или 3 даже пока бутылочка не станет беленькой но и все остальное то все буду красить не только бутылку все все вещи которые вы видели у меня на столе и так прокрашиваю хорошенько иду дальше и вот такими вот промакивающими движениями и окрашиваю мои вещи кстати вот этот поролончик он очень дешевый тонкий вот для кухни он не очень а вот для покраски посмотреть он не оставляет крупных таких зернистых оттисков то есть красит очень даже мягко и ровно приятно использовать я закрашу до конца сушить буду естественно феном как всегда теперь приступаю к краски баночки крышку я оставлю я буду красить ее золотой краской а саму баночку я покрашу белой краской вот этот край я прокрашу сначала внутри я не буду где резьба чтобы крышечка хорошо закрывалась и вот здесь самое место неудобное вот 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 здесь но я должна это все покрасить тем не менее вот так сильно придавливаю поролон чтобы краска туда зашла банка неудобно чтобы держать если у вас такие не разбейте осторожно чуть не сказала не разбейте осторожно банка горячая привыкла говорить осторожно клей горячий не обожгите руки так ладно крашу дальше моя криворукость проявляется с первого слоя покраски то есть я брала слишком много краски особенно в этих местах где изгибы и получается потёки не делайте так как я лучше покрасить два слоя тонким слоем на краски чем взять много краски потом будут потёки вот так вот торопиться касса в этом деле совершенно не нужно и вот здесь тоже от этих вот пупырышек у меня потёки небольшие незаметные но есть так что будьте внимательны я сразу говорю про свои ошибки и пожалуйста не обращайте внимание на свет на освещение у нас сегодня солнышко то потухнет то погаснет весна никак не вступит в свою пору опять у нас холода и один градус всего лишь вот как-то так холодно конец марта принципе так и должно быть это просто мы привыкли прежние года были жаркими поэтому нам кажется что марте должно быть тепло ну а дачники конечно страдают потому что лили дожди не поработать выросла трава по вот нужно много вот так как было очень тепло и дождь жалко что грибов нет обычно после такой погоды осенью грибочки вкусненькие на задом магазине можно купить шампиньоны так я докрашиваю нам нужно покрасить также и горлышко внутри потому что будет видно наше горлышко не покрашенным когда будет баночка стоять где-нибудь и красоваться эту вазочку я тоже покрасила чтобы она сильно не отличалась хотя она белая но чтобы цвет был одинаковый также я окрашиваю и подсвечник он видите какого цвета молочного я окрашиваю белый цвет чтобы цвет был в комплекте одинаковый не было сильных различий теперь я беру бронзово-золотую краску тарелочку только левой стороной где у нас вот тут рисунок выпуклый и буду красить только эту кромку золотой краской посмотрим что получится я первый раз так экспериментируем должно быть здесь выявляться краска по моему по моему мнению хранить красиво там рисунки красивые они должны проявиться но это по моему мнению а как будет мы сейчас увидим итак я беру паралончик и не так много и вот прям вот по этой границе прохожусь не захожу туда в центр там будет у нас белая площадочка и посмотрим что у нас выйдет так я все прокрашиваю просушу и покажу вам что за бронза у меня тут получилось и вот на один раз я вижу что не очень красиво получается пятнами значит надо два или три раза красить будет покрасить два раза у меня получилось вот так загадочно посмотрите а с левой стороны вообще изумительно смотрится посмотреть потому что здесь вот орнамент так четко выявлен но мы так будем использовать правой стороной поэтому жалко конечно левую сторону но не страшно теперь я буду закрашивать все 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 белой краской эксперимент есть эксперимент тут вот у нас рубчики посмотрим как они проявятся и да кстати я хочу заметить что такие краски из магазина тэдди очень долго сохнут очень-очень долго надо сушить они какие-то эластичные и в то же время мокрые что ли так продолжается эксперимент я закрашиваю теперь всю тарелку и по золотому краю тоже прохожусь посмотрим что из этого выйдет скорее всего золотой край я наверно один раз буду красить хотя посмотрим может быть и два раза ну вот пока я покрашу посушу и потом как будет выглядеть посмотрите что получается край где просвечивается там белая краска светится тарелка с этой стороны белая и вот эти трещины потому что очень гладко получилось краска потрескалась на гладкой поверхности тоже получилось как кракелер но я решила взять поролон и здесь по краю пройтись этой вот бронзовой красочкой как бы прикрыть вот это все что видно с той стороны вроде получается получше да но заметьте кто будет переделать такую тарелочку край должен быть идеально ровно видеть у меня тоже тут погрешности есть вот и вот тут вот тоже просвечивает да то есть кое-где не очень хорошо получилось вот надо делать это очень очень аккуратно и идеально но все равно я довольна этой работой вот зато вы можете научиться на моем примере вот если вам нравится делайте такие тарелочки теперь я буду окрашивать крышечку здесь у меня вот силиконовая прокладка я буду до этой прокладки красить не закрашивая ее крышечку два раза покрасила хорошо она смотрится теперь я беру наждачную бумагу и попробовать на баночке вот здесь внутри в рубчиках вот это все отскоплить если конечно у меня получится если не получится то я закрашу мне охота сделать немножко винтажненько и вот вроде краска облазит так надо сильнее усилия приложить так видите вторую попробую немножко кривовато идет но это же винтажный винтажный стиль и так оскоблю всю баночку получилось вот так загадочно можно вставить во внутрь свечу теперь я беру кусочек картона чтобы не испачкать стол нашу вот эту разрезанную губку макаю в краску бронзовую и прохожусь по моей баночке здесь вот уже снизу там внутри получается сверху посильнее прокрашивается это внутренняя часть там не поступится поэтому я прям вдавливаю поролончик туда чтобы окрасить заморажка получилась такая у нас прохожусь вот здесь сверху и теперь вниз по баночке такими похлопающими движениями где-то окрашиваю вот наверное одну треть можно половину краски набираю много сверху ярко и вниз уже совсем покажу поближе совсем слегка слегка это касаясь совсем совсем слегка по низу тоже можно кое-где я тоже тут поскоплила вот так окрашиваем нашу баночку чтобы краска как бы распределялась сверху погуще вниз уже просто тенью теперь посушим и сверху я пройдусь еще раз чтобы краска стала у нас плотной яркой по краю и вот здесь вот по этим ребрышкам аккуратненько не торопясь прокрашиваю только верхнюю часть нижнюю часть не трогаю макая в краску сильно густо видите как ярко получается закрываю крышку оставляю пока в сторону беру другую вещь например тарелку и приклеиваю горячим клеем к нашему подсвечнику вот таким образом по центру маленькую вазочку пройдусь тоже по краю но может быть и по зубчикам не знаю давайте попробуем эксперимент так эксперимент слегка похлопывающими движениями я крашу нашу вазочку тут уж краски у меня немного не как вот в той вазе сейчас скрасили с крышкой поменьше здесь свет отсвечивает не видно потом я вам покажу как смотрится в другом месте все это на самом деле очень красиво блестит теперь беру вазу и хочу поэкспериментировать опять беру такую настольную салфетку вы с ней уже знакомы и хочу вот что-то сделать выбрать какой-то лист может быть вот этот и здесь сделать трафарет лучше конечно трафареты закреплять я попробую так беру побольше краски и простукиваю через трафарет но осторожно чтобы здесь вот не выйти за края кто будет делать со мной нужно держать очень крепко чтобы все это не сдвигалось иначе рисунок получится размазня вот и теперь здесь я попробую так прижимать так если не получится то закрашу поднимаю трафарет аккуратно получается какой-то леопард в принципе неплохо пусть будет леопард сейчас тоже такие модно вазы разворачивали с другой стороной и продолжаю дальше здесь вот мазюкать создавать леопарда так что-то мне это очень понравилось я теперь решила пройтись вот через крупную сетку мелочь не получается я смотрю через крупную что-то выявляется так конечно пастой работает лучше через такой трафарет паста хоть рисунок показывает а здесь просто вот такие каляки маляки видите как красиво и еще осталось еще одну сторону сделать у меня получилось вот так очень красиво и я думаю горлышко не красить или не красить и уже оставить так решила все таки слегка тут так подстучать покрасить пятнышки навести и теперь осталось мне покрасить бутылку я здесь тоже так простукиваю по краю получаются такие пятна неровности здесь сильнее сверху и опять ухожу вниз просто вот просто как бы слегка прокрашиваю сверху хорошенько прям промакиваю чтобы цвет у нас переходил более светлый и опять я беру много краски и здесь вот опять ляпаю побольше сверху снизу поменьше делаю такие кривые линии и и у меня получилось вот такая красота покажу на свет поближе бутылку не узнает прям ваза ваза закрасилась электронная свечка здесь тоже можно поставить вовнутрь маленькую электронную свечку тарелка с птичкой ваза ну и бутылка с ветками вот такая переделка на современный лад получилось если нравится переделайте и акрилая краска хорошо смывается я вам сразу говорю если вы захотите смыть просто окуните в чашу с горячей водой и потом хорошо отмойте и все и ваша краска отойдет поэтому можно перекрашивать изделия много-много раз с вами была мила охотно поделилась своим опытом пишите отзывы как всегда и я по возможности буду отвечать всем всего самого лучшего всем пока пока